Оценочные показатели индикатора получения разрешения на строительство нами условно разбиты на три группы, соответствующие этапам строительного процесса. Первое – это получение разрешения на проектирование. Для начала проектирования объекта предусмотрена лишь одна процедура – получение архитектурно-планировочного задания и технических условий на подключении к источникам инженерного и коммунального обеспечения. Срок рассмотрения заявлений на выдачу АПЗ и технических условий не должен превышать 8 дней и 15 дней для технически сложных объектов. На момент составления рейтинга прошлого года в нормативных правовых актах отраслевых министерств были предусмотрены иные сроки – от 30 до 40 дней. По результатам совместной работы уже в 2013 году внесены изменения, предусматривающие сокращение срока выдачи тех условий с 30-40 дней до 5-7 дней. Эти положительные изменения будут отражены в следующем рейтинге. В рейтинге Doing Business и Мирного банка не учтены также три процедуры, которые были отменены ранее. Исключена процедура согласования на соответствие требований по сейсмостойкости – 16 дней. Исключено требование обязательного согласования с местными органами архитектуры градостроительства принципиальные проектные решения на стадии разработки проектной документации – это 30 дней. И отменен запрос на получение согласования проекта от Водоканала – 24 дня. По этим пунктам вопросы будут отрабатываться с экспертами Всемирного банка. Дополнительно в текущем году предусмотрено сокращение еще трех процедур с несением изменений в законодательные и нормативные правовые акты. Это первый – в Экологический кодекс Республик Казахстан в части исключения требования обязательного согласования проведения экологической экспертизы для проектов с пониженным требованием экологических норм – это одна процедура, срок проведения – 25 дней. Второй – закон Республик Казахстан о гражданской защите в части исключения требования обязательного согласования проведения экспертизы по промышленности, безопасности по категориям – это срок проведения – 21 день. 3. Также готовится проект приказа Агентств Республики Казахстан по защите прав потребителей об утверждении перечня объектов и продукций, подлежащих Государственному санитарно-эпидемиологическому надзору в части исключения компетенции по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы, проектно-сметной документации на строительство объектов пониженного уровня ответственности, за исключением объектов высокой степени риска. Это также одна процедура, сроки проведения 30 дней, стоимость 30 тысяч тенге. 2. Получение разрешения на строительство. По данному направлению достигнут минимальный возможный уровень по процедурам и срокам. Сегодня для начала производства строительно-монтажных работ требуется лишь подача уведомления, так как получение разрешения на строительство СМР исключено. 3. Этап строительства приема объектов в эксплуатацию и государственной регистрации в органах юстиции. 4. В данный этап входят процедуры контроля в процессе строительства со стороны госорганов технадзора, который составляет в сумме 7 дней. Уменьшить эти сроки в расчете рейтинга невозможно, так как на каждый вид предусмотрено минимум один день. Здесь же предусмотрено получение разрешения на подключение к сетям водоснабжения и телефонной связи, которая занимает около 9 дней. 5. Расчет рейтинга проводится Всемирным банком по проекту строительства склада для хранения книг и канцелярских товаров в городе Алматы. Для таких объектов в соответствии с законодательством требуется только приемочная комиссия. Срок приемки приемочной комиссии устанавливается самим заказчиком. На основании акта приемочной комиссии проводится ввод в эксплуатацию и юридическая регистрация объекта. При этом проведение госкомиссии и рабочей комиссии не требуется. Вместе с тем проведение рабочей государственной приемочной комиссии является обязательно для технически сложных объектов и объектов финансированных за счет государственных средств. Поэтому в рейтинге учитывается 20 дней на получение акта государственной приемочной комиссии. Хотя повторю, что для книжного склада это не требуется. Данный вопрос мы также будем отрабатывать с представителями Всемирного банка. Также в наш индикатор включены три процедуры по регистрации недвижимости, решение которых относится к компетенции Министерства юстиции. Это получение технического паспорта, подготовка замеров для технического паспорта и регистрация прав на недвижимое имущество. Длительность процедуры 33 дня и стоимость 79 530 тенге. Таким образом, по всем показателям индикатора получения разрешения на строительство принимаются необходимые меры по сокращению сроку и снижению затрат субъектов бизнеса по разрешительным процедурам. Доклад закончен.